МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тревожная кнопка нажата. В эфире ОНТ выпуск криминальных новостей и резонансных происшествий. В студии Сергей Лопаницын. Здравствуйте. И сегодня покажем. Пришел в гости к смерти. Избитого иностранца бросили умирать на обочине. Грязный бизнес, наркотики, автоприключения, колесо фортуны без фарта. И как в Гродно хотели украсть Новый год. Пришел в гости к смерти. В Воложинском районе не слишком гостеприимный хозяин. Избил иностранца и скрылся, бросив его умирать на обочине. Фельдшер скорой сообщит в милицию. Деревня Малая Запрудие на обочине труп мужчины. Оперативники начнут отрабатывать версию о ДТП, но вскоре придется ее исключить. Накануне погибший распилал спиртное с местным жителем. После застолья он решил проводить его. В результате словесной перепалки завязалась драка. Мужчина нанес погибшему многочисленные удары и скрылся. 29-летний фигурант задержан. По горячим следам возбуждено уголовное дело. СК сообщает еще о двух смертях. Месяц назад с разницей в сутки в столице скончаются 41-летний и 36-летний мужчины. Адреса разные. Причина смерти одна – наркотики. В первом случае погибший употребил наркотик во время распития спиртных напитков, после чего потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть. Во втором случае – передозировка психотропом альфа-ПВП. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Кайф оказался для них дороже жизни. Наркоконтроль, кстати, почти ежедневно задерживает и поставщиков смертельного зелья. Заключен под стражу очередной создатель теневого наркомаркета. 31-летний житель Дзержинского района приехал в Беларусь несколько лет назад. Скрывался от суда соседнего государства. Наркотики покупал в Даркнете и продавал через свой наркомагазин. Дома у него обнаружат приличный ассортимент метадон, гашиш и мифедрон. Оперативники наркоконтроля Реческого РОВД получили информацию, что 41-летний неработающий горожанин выращивает коноплю и продает марихуану. В Речице задержат и покупателей, продавца у которого, кроме семян каннабиса, сырья для изготовления наркотика и марихуаны, найдут три мелкокалиберных револьвера, сигнальную ракетницу, патроны и порох. Оборудованное помещение для выращивания наркотика тоже имелось в наличии. Возбуждено уголовное дело. Один ушел в кафе, второй оставил машину на автомойке. Оба остались без колес. Кто увел автомобили из-под носа владельцев? Не зря ГАИ предупреждает. Не оставляйте машины открытыми. Владелец иномарки забежал в кафе, выйдя из которого машину не обнаружил. Мимо не прошел угонщик под шофе. Автомобиль заявителя угнал 44-летний минчанин. Фигурант, воспользовавшись отсутствием хозяина иномарки, сел в незапертую машину и уехал. С разницы в несколько дней еще одну машину уведут прямо с автомойки. Подрабатывавший на мойке, 24-летний минчанин, после рабочего дня употреблял спиртное со своим приятелем. В какой-то момент фигурант решил съездить к бабушке в Воложинский район за самогоном и деньгами. Мужчина, который передал работникам автомойки, владелец автомобиля, вместе с приятелем, уехали на чужой машине. Возвращаясь в Минск, попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Догнали, задержали. Ранее судим за грабеж. По обоим фактам возбуждены уголовные дела за угон. Хотел украсть Новый год. В Гродно молодой человек отметил 25-й день рождения и подарил себе уголовное дело. Именинная вечеринка перекочует на вокзал, возле которого к празднику украсили клумбы. Алкоголь подсвечивал внутри героя. Поэтому он браво стащил сверкающую иллюминацию и был таков. Любовался украденной гирляндой, правда, недолго. Оперативники опознали в нем старого знакомого. Неоднократно привлекался к ответу. Сумма нового ущерба больше 800 рублей. И статья кража в подарок Каменинам и Новому году. Тревожная кнопка есть у каждого. Сообщайте нам о происшествиях. Присылайте фото и видео. Единый номер для всех мессенджеров. Плюс 37529-6972-102. Это все на сегодня. Хронику рассказываем в телеграм-канале Тревожной кнопки. Эфирный обзор утром, по вторникам и четвергам. Итоги криминального года подведем уже завтра в пятницу в 17.30 на ОНТ. Будьте бдительны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова